У всех, кто... Оля Татьяна Ивановна. На прошлой неделе собрались представители и руководители общественных организаций нашего города. И было выработано такое обращение к депутатам городского совета и городскому голове. Поэтому я вам зачитаю, а голове уже отдам как бы для того, чтобы он принял меры. Поскольку ситуация вот какая. Значит, мы говорим о нашем Маломайдане, который существует в нашем городе. И если это сначала был мирный процесс, то 8 февраля среди собравшихся на площади появились молодые люди в масках, которые ходили по нашей площади Победы, заходили в места общественного пользования, а конкретно во Дворец культуры Дружба. И не снимая масок, пугая детей и родителей своим видом, они заходили в кафе, не снимая масок, хотя было это, и сеяли панику. Поскольку инициатором этих сборов все-таки является депутат Горин, он должен нести ответственность за все, что происходит на этой площади, в том числе и за нахождение вот таких вот процессов, как в масках, а может в дальнейшем, извините, еще какие-то моменты будут. Поэтому, мало того, что мы узнали в исполкоме, что нарушается закон о том, что не вот эти собрания на площади, не предупреждается городская власть, как по закону положено, о предстоящих сборах. Хотя наш коллега возглавляет депутатскую комиссию по законности. И скажу так, что вот я гуляла с внуком, в это время вот эти громкие возгласы ганду, банду, геть, они в принципе только пугали детей, потому что это было 11-12 часов воскресенья, и вообще-то уже не знали мы, кому обращается это воззвание, потому что то ли тем, кто в масках ходит по нашему городу, у нас маленький город, нам не надо никого прятать под маски. И это уже начинает сеять панику. И беспокоит нас то, что вместе с митингующими были там много учителей, в том числе директор школы номер 4, видели этих молодых людей в масках, а я хочу сказать, это были действительно молодые люди, это были пацаны, бегали в масках. Поэтому мы обращаемся к вам, как власти нашего города, принять меры по обеспечению порядка безопасности в нашем городе. Мы готовы организовать помощь нашей милиции, патрулирование по улицам нашего города с целью недопущения беспорядка и защиты покоя нашего граждан в такие дни сбора, если это будет действительно нарушением существующих правил. Подписались председатели Совета ветеранов Одесской области, председатели Юженской организации Союз Советских Олицарев, Юженская организация Коммунистической партии, Юженская организация Народная партия, Юженская организация Женки за Майбутни и Женская общественная организация Любава, Совет ветеранов афганцев, Юженская общественная организация Азбука для родителей, подписались дети войны и почетные граждане города Южного Гайдамак. Спасибо. По этому поводу есть еще желающие выступления? Да. И немножко другого. Да. В этом... Мы все, члены городского совета, получили письма от Юженского Майдана. Так и называлось обращение Юженского Майдана. Я бы хотела сегодня, чтобы мы все-таки отреагировали на это письмо, поскольку это жители нашего города, они обращаются к нам. И умолчать, это значит просто сделать видимость, что жителей этих городов не существует. Каждый выходной день группа наших юженцев собирается и высказывает свое мнение, свое отношение к политической ситуации в стране. Никто никому нигде не мешал. Но их возмутило наше обращение депутатов, обращение к президенту Украины о наведении порядка. Почему-то они решили, что обращаясь к президенту о наведении порядка, мы призываем президента к каким-то военным действиям. Учитывая то, что там было много подписей, а жителей города, в общем-то, я хорошо знаю, большинство людей, которые, фамилии, которые там были в списке, я знаю. Поэтому я вам сразу скажу, что часть жителей Южного, которые подписали это письмо, это те, которые действительно убеждены в этой ситуации. Часть из них, это та группа людей, которых убедили, потому что там есть молодежь, и я знаю, что они искренне этому верят. Часть людей подписала, потому что они могли отказать директору школы и заучу первой школы. Директору четвертой школы и заучу первой школы. Потому что то, кто собирается работать, как правило, с начальством особо не связываются. И я это хорошо знаю, поскольку я знаю цену подписей, 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 писем по четвертой школе. За много лет работы в образовании я это ощутила на собственной шкуре, будем так говорить. И были часть людей, которые сказали, а мы подписывали совсем другой текст. То есть тут, значит, смотреть на эти списки надо тоже немножко, так сказать, с призмы того, что каждый человек имеет собственное мнение. Но вместе с тем это обращение есть. И я бы хотела попросить всех, кто подписывает письма, хватит писать виртуальные воны. Конкретно, мне бы хотелось обратиться прежде всего к учителям, потому что львиная доля подписей это педагоги города Южного. Хотелось бы обратиться к учителям и спросить, в каком параллельном мире живет Чертилина, та же учительница первой школы, Басалкина, Верба, Шумейко. Если у вас есть конкретные факты, пожалуйста, пишите. Шумейко живет в параллельном мире, она там то-то, то-то. Тогда это есть основание обратиться в прокуратуру на Шумейко за то, что она сделала или нарушила. А вот это обобщение, мне просто, ну не то, что не нравится, это просто противно, что наши люди пользуются подписями других, а некоторые, не понимая, что они делают, подписывают просто, ну просто так сказать, за компанию. Наверное, надо людям с высшим образованием думать о том, что они пишут. Дальше. Не знаю, как вы обратили внимание, уважаемые депутаты, но я обратила внимание, что написали, что они опустили головы, когда приезжал губернатор. Я не присутствовала на этом совещании. Я не могу говорить, кто там опускал головы, кто нет. Но почему-то вот эти 150 человек, которые подписали, были тут что ли? То есть учителя, которые учат детей каждый день, что говорите правду, сами пишут то, что им преподнесли. А кто им преподнес? Вообще непонятно. Поэтому я призываю прежде всего учителей, сеющие доброе и вечное, задумайтесь о том, что мы делаем. И не надо в нашем городе, в маленьком, спокойном городе заводить вот эти, ну будем так, склоки. Потому что я это расцениваю как настоящую склоку. Я уже не буду говорить о том, что на наши плечи переложили ответственность за детский припорт и завод, и так далее. Хотя некоторые из тех, кто подписывал, такие как Демья Нишина и Прокопечко, тоже были депутатами. И почему-то они, в свою очередь, не решили вопросы по приватизации припортного завода. А вот мы, оказывается, с вами виновны в этом. Я бы хотела обратить внимание, что нам написали, что мы все с вами постоянно рассказываем о том, что в государственную казну крадут. Я никогда в жизни этого не говорила. И прекрасно понимаю ту ситуацию, которую сейчас Владимир Николаевич объяснял, ну, как бы, к Ольге Васильевне, но на самом деле всем южницам города Южного. Что такое казна? И причем здесь расход казны по другим территориям к тому, что эту казну раскрадают. Не надо собирать все в кучу и выносить здесь на рассмотрение жителей Южного. Потому что это только заводит. Тем более, я подчеркиваю, сколько они стояли на площади, никто их не выгонял, не останавливал, не заводил никаких там ограничений им не делал. Хотите высказать сомнение? Приходите, высказывайте. И поэтому хотела бы обратиться еще раз к учителям. И ваше внимание, депутаты, хотела бы обратить внимание. Здесь нет подписи учителей третьей школы. Ну вот возьмите и проанализируйте, уважаемые депутаты, последние Олимпиады. Почти 70% детей это победителей, это выпускники третьей школы. Более 70% наших детей, которые победили в областных Олимпиадах, это выпускники третьей школы. Учителям некогда заниматься политикой. Они занимаются обучением детей. Вот это вы тоже, уважаемые депутаты, должны знать, когда распределяете деньги. А то, когда мы начинаем рассказывать о том, что кто-то крадет, и забываем о том, что когда директор школы в свое время построил загон для этого, то он не говорил о том, что кто-то где-то крадет. А он честный и правильный. Поэтому я еще раз обращаюсь к учителям, которые подписывают письма. Будьте внимательны, пожалуйста. Это документы. Все, спасибо. Все за правду. Ну все. Дайте я комментарий сделаю, пацаны. А что вы таки втроем выйдут разновлять? Нет. Там директор школы хочет. Я хочу сказать тише, тише, тише. Я хочу дать комментарий, ну не комментарий, а некоторые вопросы, то, что Надежда Александровна поднимала. А мне понравилось особенно, когда там поопускали головы, когда был здесь губернатор. Действительно было сказано, а кто здесь был, кто видел, что я опускал голову или нет? Или Игнатовский опускал голову или нет? И как я себя вел здесь в этом здании? Вот это, когда здесь присутствовали все областные структуры, и в том числе губернатор. И когда меня здесь все успокаивали, когда тут было эмоции такие, что тут уж карандаши летали в службы и так далее, что я опустил голову здесь. Я хотел бы увидеть, кто бы сидел на моем месте, как бы он голову здесь опустил. Когда беда в городе, когда несешь, не знаешь, ситуация просто не управляем, потому что действительно проблемы были. Когда мы здесь сидели 24 часов в сутки, не мылись, не брылись, зубы не чистили, не выходили из этого здания. А сегодня мне буду прикачивать, голову пустил. Деятели большие. Надо пережить это и отвечать за что-то. Кроме того, что лозунги выбрасывать и лозунгами говорить. Ладно. Это такое эмоции. Второй вопрос. Я считаю, что я не хочу вдаваться в большую политику. Видите, я всегда замыкаюсь на городе Южном. Я и не хочу даже в масштабах области говорить. Я хочу говорить то, что мы здесь живем вместе, и мы ставим перед собой какие-то задачи, и мы их выполняем. И должны выполнять. И несем какую-то ответственность. люди и ходят в масках. Это неоправданно. Это я осуждаю категорически. Я сегодня, кстати, читал интервью мэра города Львова. Он тоже категорически это осуждает. Как в городе ходить в масках. В масках ходят только бандиты. В масках приходят, кто грабит магазины, которые ночью грабят, что-то делают, скрывают лица. И прийти в масках. Я не говорю, к кому это относится. Какой хотите категории. Кто бы там ни был, правые, левые, желтые, красные, помаранчевые, я не знаю, черные. Я не говорю о ком-то. Но я считаю, что это категорически неправильно. И кто это организовывает, несет персональную ответственность за это. Ходить по городу, пугать людей. Я пришел во дворец культуры, люди меня окружили и страху навели в этом дворце культуры. Там детей очень много мало. Юных совсем. Ну как это так? Просто врываются в наглую. Но нельзя так. Нельзя. Я считаю, что мы живем в нормальном цивилизованном европейском городе. И давайте достойно себя этому вести. Кто это организовывает, несет персональную ответственность за маски. За маски шоу, которые здесь делают. Маски шоу, когда что-то захватывает, тогда одевают маски. Так можно и не кумаратом с этой целью. Поэтому я прошу толерантно к этому всему относиться и давайте не забывать, что мы в городе Южном. Так, пожалуйста, Горин, пожалуйста. Не, Ольга Васильевна, что хотя бы... Ольга Васильевна. Ну давайте Ольга Васильевна. Я с Ольгой Васильевна начинал. Так, у нас еще 15 минут есть на Горине. Шановные коллеги, поскольку до меня персонально я бы до депутата вернулись люди, я поделилась кто звертается, то дозволила собі порозмовляти із тими людьми, которые в подписанной, которые являются моими выборцами. Тобто проживали в том округе, в котором голосовали. Я задала питание. Скажи, будь ласка, Мария Ивановна, чим же я, депутат верба, дискредитовала себе вашим початом? Чим? Назвіть конкретно. Ви ж підписалися. Коли та людина на мене відкрила широко очи. Передивилась Ольга Васильевна, я це не підписывала. Я говорю, стоп. Ось ваш підпис, показую, ось ваш підпис, ось текст депутату вербі. Ви мене обирали. Значить ставили підпис за депутата вербу, коли обирали. Було 14 претендентів. Депутат верба навіть не думала, що із 14 хтось подивиться на це прізвищ і поставить галочку. Ну, ви поставили, раз більшості обрали. Значить, довірили. Тому я дозволила собі висловлювати думку громади і прийняла рішення про звернення до президента. І пояснила людям, що це було не одне звернення, не один варіант, а було три альтернативний варіант звернення до президента. Ну, персонально кажу я, дійсно, персонально я, не боюся цього, я вкладала в слова вжити рішучих заходів введення президента надзвичайного стану, бо вже було нікуди терпіти далі. А дивіться, що це терпіння до чого привело. Війна, страшна війна, що ми в себе в місті маленькому боїмося, що ми боїмося зліточок онуків, які в Одесу вже їздять на навчання, а ті, що поїхали до Києва, то кожен день все це здригається. А вони ж таки різуть у ті гарячі точки, подивитися, їм хочеться. Ну, то батьки вирішать питання з ними, з тими, що там лазять по тим гарячим точкам і дозволяють собі ризикувати життя, невідомо за що і про що. Тому, вибачте, я, як і людина, вклала у ці слова, вжити рішучих заходів, саме введення надзвичайного стану. Бо це вже дійсно страх, що робиться державі. Ну, і потім оці слова, що я це не підписувала, я тоді зрозуміла, що був один текст, потім собі зібрали підписи на окремий листок, хтось там знає, що підписуй. Тоді зробили текст, який потрібно і причепили, тільки написавши депутату Вербінь. А в першому тексті взагалі не було прізвищ. Депутатам, що таке депутатам? Взагалі, хто там себе відчуває, скажімо, причетним до цього, чи не відчуває, таке діло. Ну, однакові всі депутати одержали такі звернення. Тому я почала розмовляти з тими заступниками, чи з тим заступником, який підписався під цим зверненням. І зрозумієте ви, колего, це я зараз і говорю своєму колезі, директору четвертої школи. Я йому не говорила в очі, але ось зараз раз виступаю з трибуни, то говорю і йому звертаюся до нього. Зрозумієте, колего, що нас з вами, оця влада, сьогоднішня влада в місті нашому взяла на роботу, наняла на роботу. Тобто ви теж уже як представник влади, директор, заступники, ми представники влади цієї. А працівники бюджетної сфери, всі працівники, вибачте, оця нас сьогодні громада годує, дає нам кошти, ми заробляємо кошти в цій громаді. Як ми можемо самі на себе, ну, вроді ми відмежовуємося, це не я, а от інші депутати оце роблять. Ми працівники цієї влади, ми жителі цього міста, ми всі у відповіді за те, що діється в державі. Ну, в нашому, маленькій державі нашій, в нашому місті, не допустимо оцих, оцих вакханалій. Це не є нормально, коли дійсно депутат, який відповідає за законність, сьогодні очолює ці майдани наші. Кому вони потрібні, ці майдани? А якщо під тими масками, де наші діти, учні, знаходяться, знаходяться, як ми це можемо, як ми це можемо побачити і знати? Тому ми на своїй комісії думали запропонувати вам рішення, що взагалі заборонити використання оцих масок, але нас поправили ті, що більше в законах розбираються, що це на державному рівні не заборонено, тому навіть тут прийняти такого закону не можемо. Але ми як батьки можемо своїм дітям це заборонити і сказали і дітям, і батькам і так далі. Не допускаємо цього, інакше прийде страшнюча біда і на нашу южницьку землю. Бережімо мир, ми всі за мир, ми працюємо і хочемо, щоб інші працювали і щоб гроші поступали в казну і було життя в цій державі. Дякую. Ігорій Николаївич, ви хотіли щось сказати? Я в принципі передумав, я просто я хочу проінформувати, що сьогодні в області должен було состояться підведення тогу по результатам ліквідації в связи з цією аварию. Ви знаєте, що це Беляєвський, Розинянський, Коминтерновський, Южно. Так вот, по оценки спеціалістів, які приїжджали сюди по ночам і в лице начальника МЧС і представників міністерства і замгубернатора роботи по ліквідації. Много було, моє личне мнення, що многое було, може, і не зроблено, це моє личне оценку. Але по результатам робот по ліквідації Южної вигляді в найбільшому світу. І я в першу чергу хочу сказати депутатам, з присутствуючим, чого ні, і шесту, тому що була така ситуація, ніхто за нею знає, що у нас міст замерзав. І от, влагодаря тому, що в 10 часів це виявилося, і до 4 часів, в тому числі ці два депутата, зробили все возможне, щоб 8 домів в нашому місті не замерзли. І вам спасибо за це роботу, і спасибо їм корректирую. Ми ж голову поопускали, Євгений Николаївич. А хто ж дорочить? Уважаю, Ворин, будь ласка. Дякую. Дякую. Реклама 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 А вот следующее, что если есть мирное собрание, а у нас я подчеркиваю, что мирное собрание, то никаких провокаций к нам подходят сотрудники милиции. Я не вижу здесь присутствуют или нет, то есть никогда никаких не было претензий. Я могу опять же спросить, есть нам претензии или нет. Ребята подходят, претензий к нам нет. Если есть, пусть об этом сказали. Дальше, по поводу доставила, давайте бы скажем по-другому. Я имею право встречаться с людьми на улице. Давайте назовем это прием депутата Александра Васильевича Горьева. Значит, будет называться так. Если есть эксперимент, я понимаю, что мы сделаем юридическую... А вас какие-то там, что вы же не знаете? Ясно, давайте идем. Я хочу еще коротко... Ну, все говорили много, то есть я думаю, что... Не, ну у вас есть регламент, у вас еще три минуты есть. У меня еще есть три минуты. Я еще раз хочу подчеркнуть небольшое обращение от наших людей, которые стоят на Майдане. Мы активисты Майдана города Южный. С самого первого дня отстаиваем мирное решение противостояния между Майданом и властью. Мы и дальше будем отстаивать мирный вариант исхода событий. Я подчеркиваю. Мы осуждаем силовой вариант. Просим обе стороны прекратить экскалацию конфликта для недопущения жертв с обеих сторон. Отстаиваем мирный демократический метод борьбы через переговоры и консультации. Также обращаемся ко всем органам власти на местах и по всей Украине способствовать мирному решению конфликта. Будьте гарантами Конституции на местах для тех, кто вас избирал. Сотрудники силовых структур не нарушайте присягу и соблюдайте статью 60 Конституции Украины. На совести власти, отдавший приказ за кровавый развод демонстрантов, кровь, слезы и горе наших матерей. Заведомо планируются спецоперации, где руководители силовых структур знают о высокой вероятности значительных жертв с обеих сторон. Весь мир встревожен и задается вопросом, на что еще способен пойти правящий режим Януковича. Уважаемые депутаты, призываем вас не сеять вражду между людьми и перестать быть пособниками или сотворением кровавого режима. Вот такое вот обращение от нашего Южинского Майдана. Вы-то в масках не ходишь? Я тоже не хожу в масках. И люди, которые у нас находятся на Майдане, они тоже не ходят в масках. Но вы допустили в своем митинге. Все, спасибо. Спасибо. Да ну ничего не... Избиратели в масках пришли. Да, на встречу.